Восьмикратно приветствую ищущих и мыслящих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущих, с вами Александр Шадов. Восьмикратно приветствую ищущих, с вами Александр Шадов. Нет. Прежде всего, философия является формой познания. Не только. Познание. Последнее же, как с точки зрения биологической эволюции... К черту биологическую эволюцию. ...так и с точки зрения здравого смысла... К черту здравый смысл. ...это не праздное любопытство, но важнейший. Ну, здравый смысл — это одна из концепций философии, возникла во времена, в общем-то, Юма. То есть его оппонент, Томас Рид, выступал против философии Юма с точки зрения философии здравого смысла, которую он, собственно, и создал. Да. Продолжаем. Инструмент. С его помощью живое существо анализирует мир, получает от него обратную связь, и эта информация ложится в основу поведения. Познание присутствует в разных формах у всех организмов. Да, ну. Ну, то есть, если мы дадим определение познания, какое дает это определение людям, мы вряд ли признаем, что познание, 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 именно познание как философское определение, философский предмет исследования, один из философских предметов исследования, может присутствовать у других живых организмов, как минимум это будет крайне сомнительно. Минизмов, начиная от бактерий и заканчивая... Вот, бактерии определенно крайне сомнительны. Кончивая нами, Homo sapiens. Лишь оно позволяет нам приспособиться к окружающему миру с целью выживания и умножения наших жизненных возможностей. Исследуя реальность, мы можем заострить фокус внимания на отдельных ее слоях и сферах, и так в конечном счете и родились все частные науки, каждая из которых имеет собственную вотчину. Химия, биология, физика, астрономия, история. Однако, помимо отдельных... Ну, в общем-то, известный факт, да, что науки возникли из философии. Все науки так или иначе возникли из философии, ну, либо возникли из других наук, которые непосредственно изначально возникли из философии. Интересно, замечательно, но это тоже практически всем известно, это банально. Дисциплин, рассказывающих об устройстве частей внешнего мира, нам необходим и более общий вид исследования. Необходимо, я бы слово убрал. Потому что, вот, Олег постоянно тяготеет к этому. К нам необходимо, нужно, это очевидно. Все философы древности, все философы, все ученые, все философы, вообще все-все-все-все вокруг с ним согласны, кроме меня, получается. Только вот я с ним не согласен, а все остальные с ним согласны, да. И все, определенно, все согласны, что необходимо, что необходимо, в общем-то, иметь общие какие-то, ну, основания, да. И эти основания находятся в философии, конечно же. Ну, необходимо. Я бы не сказал, что необходимо. Слово необходимо слишком грубое, догматическое и слишком нарицательное. Оно нам, в общем, говорит, ты должен, должен вот так сделать. Никто не должен, ничего. Такой, который собрал бы их все воедино и применил во имя того, ради чего всякая частная наука и родилась. Во имя чего? Во имя нашей жизни и ее коренной проблемы. Ого-го. Лол. Понятно. Интересно. То есть, добавно, да, оказывается, каждая частная наука родилась ради жизни и ее коренной проблемы. Как прожить ее правильно? Прожить ее правильно. И что означает это правильно? Вот физика. Физика как дисциплина. Конечно, в Древней Греции она была связана, потому что это была философия. Физика была философией просто непосредственной. И ее некоторые мыслители, некоторых учений увязывали с этикой. А некоторые не рассматривали физику вообще, занимаясь только этикой. Интересно. Да, почему такое философское многообразие? Олег нам всегда преподносит такое вот философское узколобие. Интересно, интересно, забавно, замечательно. Смотрим дальше. Лишь одна дисциплина, философия, всегда находилась в пространстве этого вопроса, пытаясь разобраться, как быть и что делать в этом мире. Ну, на самом деле, это тоже не единственный и, наверное, не самый важный вопрос философии. Философия занимается любым мышлением вообще, любым исследованием вообще, любым познанием и непознанием даже вообще. Философия — это совершенно неопределенный термин, и поэтому понять, что она есть, невозможно. И она полезна именно тем, что вся польза в итоге логически, генеалогически и исторически восходит к философии и не может к ней не восходить. Вот. Все, что нужно сказать по этому поводу. Можно было бы возразить, сказав... Ну, то есть он все равно очень узколобо трактует философию, и это неприятно. ...сказав, что для ответа на него обращаться к ней совсем не требуется. Но это означает угодить в ловушку логического противоречия. Как только мы задаемся подобными вопросами, как только мы пытаемся разобраться, как нам устроить свою жизнь, какими ценностями и целями и в каком порядке нам руководствоваться, мы вступаем на территорию философского исследования. Какое бы название этому занятию мы не давали вместо того. Ни к одной из частных... Здесь более-менее согласен. Но только в том контексте, что философия не зацикливается на решении данного вопроса. Это одна из отраслей философского такого вот исследования. Как прожить жизнь? Причем не самая, наверное, даже значительная и не очень часто проявляющаяся в целых эпохах философствования. То есть в большинстве некоторых эпохах этого просто вот вообще в принципе не было. До Сократики, например, не очень-то тяготели к обретению вот такого вот мировоззрения. А зато Сократ, да, действительно ввел, так скажем, философию как образ жизни. Он действительно был философом, который своим образом жизни показывал, как нужно себя вести. По сути, Сократа не зря называют родителем непосредственно этики и этических наук. И этика это непосредственно практика. Практических дисциплин. Которая связывает философию с практическим миром. И которая связывает философию с жизнью человека. И непосредственно сам Аристотель, уже ученик ученика Сократа, да, как раз относит этику к практическим дисциплинам. Да, здесь действительно все верно, только если вот убрать узколобое вот восприятие Олегом в философии. В науках эти темы не имеют отношения. Вернее, они значительно выступают за их границы и одновременно уходят много глубже. Всякий ученый, коль скоро он сохраняет верность научному методу, это засвидетельствует. Более-менее, да, но вот эта статья, вы понимаете, если мы будем смотреть статьи Олега в контексте того, в контексте других статей Олега, мы получаем опять знатные, невероятные противоречия. Это свидетельство о том, что у Олега нет целостного взгляда на мир, у него нет целостного представления о мире, у него нет вообще целостного мышления как такового в голове. Он черпает различные такие вот стереотипы с разных сторон и пытается их обрамить умными словами, высказываниями, которые он где-то начитал и сделать вот все вот таким вот образом. Вот что здесь не так? Что здесь не так? Вот помните, мы разбирали этические статьи, статью Олега, этическую сложию связанную. Вы помните, наверное, что он там апеллировал, опять же, к ученым, к МРТ, к норадреналину, к чему-то еще, к эндорфину, к кортизолу и так далее, так далее, так далее. Теперь читаем последнее предложение данного абзаца. Всякий ученый, коли он сохраняет верность научному методу, это за свидетельство. А что он за свидетельство? Что ни одной из частных наук эти темы не имеют отношения, вернее, они значительно выступают за их границы и одновременно уходят много глубже. А какого же ты приводишь в пример на несколько абзацев выдержки из биологических наук, когда разбираешь этические вопросы и постулаты? Почему выдержки из этических наук составляют большую часть статей, ну, может, не большую, но крайне значительную часть статей человека, который пишет вот это? Ну, может быть, Олег открестится вот от этого высказывания и скажет, нет, 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 все, биология может решить проблемы этики, все полностью, все, нет, мы обращаемся теперь только к биологии, только к МРТ. МРТ это единственное верное объективное средство решения этических проблем современности. Первое. Философия не противоположна науке и не может быть заменена наукой. Теоретически это. Наука и есть философия. Наука и есть философская школа. Наука одна из множества философских школ и философских учений. У науки свой философский метод, который сформировался на базисе двух философских школ, как минимум, с самого начала. Это империзм и рационализм. Обе были философскими школами и обе в итоге вошли в науку. Также возможны некоторые влияния критической школы, которые, ну, в итоге кантианство своеобразного, правда, крайне своеобразного, воспринятого. Также крайне догматический и непоследовательно воспринятого скептицизма. Уже во времена Сагана, так скажем, Карла. Ну, вот так вот как-то вот наука базируется. Также некоторые философские исследования современности повлияли. Например, учение Поппера значительно повлияло на движение научного дискурса. Безусловно, учение Куна, прочих постпозитивистов, неопозитивистов и непосредственно даже позитивистов. Если возвращаясь, ну, немножко в прошлое, до 20 века. Философия действительно не противоположна науке, потому что наука, она и есть, одно из философских учений. Но философских учений и так имеется огромное количество. Огромное, невероятно огромное количество, а потенциально их может быть бесконечное множество. Между прочим, философия не есть что-то конкретное. Это абстрактный термин, который позволяет нам объединить многочисленные разнородные учения, которые не связаны, ну, практически ничем. Вот совершенно ничем. Ни методом, ни средствами, ни апелляцией к разуму. Вот вообще в них нет ничего общего. Если мы попытаемся найти что-то общее, да даже рефлексии не всем философским учениям свойственны и не всеми поддерживаются. То есть, если мы попытаемся как-то найти адекватное определение философии, нам придется срезать большую часть учений, ну, либо значительную часть учений. Это будет печально. И такие области знания, как биология и медицина, способны разъяснить нам, как добиться здоровья и долголетия. Мы уже разобрались с этим, уже готовы добиться здоровья и долголетия, да. В них, тем не менее, не обнаружить ответа на вопрос, стоит ли нам вообще проживать эту жизнь дальше. Вопрос, который казался коренным умнейшим людям от Исхила до Камё. Далее, сколько важно для нас должно быть наше здоровье и долголетие в сравнении с другими вещами и ценностями. В каких... Вот вы понимаете, опять же противоречие. Вот вы видели ту статью про здоровье. Про тело. Статья про тело. И она противоречит вот тому, что он сейчас говорит. Вот прямо явное противоречие. Вот у нас есть здоровье, долголетие и тело. Вот мы должны быть здоровыми, долго жить, потрясающе, еще лучше спортивно подготовленными. И только тогда у нас появится точка входа в философию. А в итоге оказывается, что Олег-то на самом деле слышал о том, что не все философы положительно относились к здоровью, долголетию. И вообще-то не все положительно оценивали необходимость долголетия и долгой жизни, и здоровой даже жизни. Как-то так. В ситуациях, до каких пределов и во имя чего им допустимо жертвовать. Допустим, вы можете быть идеально здоровой ценой последственности, бесполезности и творческой немощи. Как Олег. Простите, конечно, за оскорбление, но боже мой. Я действительно, я говорю ему правду. Он мне сказал, говори правду. Я говорю правду. Я считаю Олега вполне здоровым, обычным, посредственным, бесполезным и творчески немощным человеком. Ну, к сожалению, это так. И философски, и недееспособным. Стоит ли соглашаться на такую сделку? Ну, ты согласился. Сделку. Или вы можете испытывать всю жизнь беспредельное счастье, находясь в коме и будучи подключенным к аппарату поддержания жизни. Соглашаться ли на такое? Наконец, допустим, вы сознаете, что способны изменить этот мир к лучшему и создать нечто великое. Но для этого придется пожертвовать и своим счастьем, и своим здоровьем, и в конце концов своей жизнью. И в конце концов написать статью, которая противоречит вот этим высказываниям. Блин. Честно говоря, мне уже начинает казаться, что я знакомлюсь со статьями человека, у которого шизофазия. Ну, тут очень жестокая такая степень шизофрении. Потому что он противоречит себе вот прям вот, вот явно, вот, вот оно, понимаете? Сначала мы напишем статью о... Кстати, последовательность статей надо смотреть, я немножко могу запутаться, но обе эти статьи радикально противоречат друг другу уже. Мы прошлую статью разбирали про тело, здоровье, там было очень важно быть здоровым, интересным. А можно ли пойти на такую сделку? Можно или нельзя? Есть ли... Причем вот эта статья, мне кажется, более здравомысляща, чем предыдущая. Ну, чтобы вы понимали. Она действительно отсылает нас к каким-то философским вещам, которые нельзя назвать очевидно ложными. У вас долг перед вашей страной, вашей семьей, вашим делом, и в чем он состоит? Какой из них имеет приоритет и почему? Хотя это лишь случайные примеры, они являются иллюстрацией ключевого обстоятельства. Не просто на каждом этапе нашей жизни, но каждый день мы оказываемся на специфических развилках. Не существует научных дисциплин, способных здесь помочь. И тщетно листать академические статьи в поисках разъяснений. Блин, а я ему объяснял это. Что, тщетно? Тщетно искать объяснение философских вопросов в научных статьях. Но Олег почему-то не понимает. Вы, наверное, уже были свидетелями того, как он просто половину статей рассказывает про шимпанзе. Про шимпанзе, обезьянок там каких-то еще. Мы про обезьянок еще поговорим впереди, увидим. Такие забавные, интересные примеры. Потом оказывается, вот, не надо это человеку объяснять. Он, в принципе, об этом слышал, понимает. Он должен понимать, что он совершает большие ошибки. Выбор того или другого направления никогда не может полностью основываться ни на отдельных науках, ни даже на всей совокупности научного знания. С одной стороны, последнее все еще крайне недостаточно. Так наука не располагает и минимально удовлетворительными решениями самых важных для человека вопросов. Счастья, продуктивности и смысла. С другой стороны, существует зазор между фактами и ценностями, известный также как принцип Дэвида Юма. Также существует зазор между настоящими наблюдениями феноменологическими и их, в общем-то, интерпретациями, которые учеными называются фактами. Из вот этого зазора, что реально наблюдаемые явления могут как-то интерпретироваться по-разному и при этом входить в различные теории объяснительные для этих фактов, это тоже вносит ряд таких вот уколов в сторону науки, мы можем сделать, понимаете? Да, то есть проблема не только в ценностях и фактах, проблема в самих фактах по себе еще может содержаться, но, правда, не все ее опознают, потому что люди догматики, люди верят в науку, люди обожают науку. Для людей наука это религия. И для Олега она впоследствии, видимо, после этой статьи становилась религией все больше и больше. В честь сформулировавшего его философа конца XVIII века. Смысл принципа Юма в том, что из определенного положения вещей логически никак не следует крайняя точка зрения, или не обязательно следует умеренная позиция, необходимость определенного курса действий. Сам Юм выразил это так. Из есть, английское be, невозможно вывести должен, английское ought to. У меня вопрос. Почему в последующих статьях Олег всегда пытается вывести из есть должен? Ну, я поспорил, конечно, с биологическими различными трактовками. И его трактовками, и трактовками самих биологов, физиологов, медиков. Вот как они могут трактовать философские концепции, этику, нравственность, другие какие-то интересные позиции, теорию познания. Ну, вот это я мог бы покритиковать. Но зачем это делать, если Олег уже сам привел всю критику, разбил все свои статьи в пух и прах, просто вот приведя пример Юма. И никак не критикую его, не отрицая то, что вот Юм был неправ. Он не критикует Юм, он не говорит, Юм, ты дурак, из есть можно вывести должен. И потом уже начинает свои статьи писать, как вот у нас есть факты научные из этих научных фактов, следуют некоторые этические постулаты, и тогда уже все классно получается. Просто Олег в большинстве своих статей, которые так или иначе посвящены этическому дискурсу, он переводит есть в должен. Пум, 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 пум. Кого-то бы эту статью вообще писал другой человек на самом деле. Письмо 48. Почему философия жизненно необходима каждому и в чем ее назначение? Большинство людей философия вырождается тогда в то, чем она сверх, ценности и их иерархия, которыми наука снабдить не может или принципиально, или потому недостаточно для выбора. Когда мы планируем свою жизнь, коррекция – необходимость определенного курса действий. ...самоуверенностью и самоуверенностью, которые были бы немыслимы, если бы речь шла о ракетостроении или операциях на мозге. Или конфуцианция. Это были мельцы, необходимость определенного курса действий. Почему? Хотя это лишь случайные примеры, они являются иллюстрацией ключевого обстоятельства. Не просто на каждой философии вырождается тогда в том, чем она столь печаль, цифических знаний и навыков. На этапе своего возниксофий – живым поиском, не лишенным, как всякое исследование ошибок, но, по крайней мере, искренним и смелым. Наконец, в тех же Древней Греции, Индии или Китае вас бы подняли на смех, как сумасшедшего, если бы вы заявили, что построить корабль или возвести роскошный дворец проще, чем философствовать, чем просто научиться быть. Сегодня, впрочем, это широко распространенная точка зрения. То, что было очевидно людям Древнего мира и ясно как день, ныне почти революционное заявление. Философия вызывала такое громадное уважение в прошлом и столь часто наталкивается на презрение сейчас, вовсе не из-за прогрессивности века, в которой мы сейчас живем, будто бы более ненуждающегося в ней. Дело в том, что она и правда стала смешной, и не из-за того, что изрекает нелепица, что, впрочем, не редкость. Она предает свое существо, когда перестает быть практикой жизни, предает свое назначение. Ну вот морализаторство опять пошли. Как бы мы с вами перескочили через... Или нет, не перескочили. Философия есть самая практическая из всех дисциплин, да. Проблема в том, что значительная часть философии в принципе может быть не связана с практикой. Философия может быть связана с практикой, а может быть не связана с практикой. Это очень многообразное явление такое, которое никак и не является нам в принципе. Явление, которое не является. Невидимая философия, ее бытие в небытии как бы раскрывается, как вы понимаете. А вот это интересно. Забавно, интересно, но вот. Философия есть самая практическая из всех дисциплин, но... Кстати, да, возможно, только по другим основаниям. Это чувствует даже простой человек, кривящий губы в пренебрежении пустыми разглагольствованиями. Тот же самый индивид, справедливо осуждающий праздную игру понятиями, может считать вздором представления Сократа или глубоко ошибочными построения Будды. Но вот презирать этих людей и их жизненный путь у него едва ли получилось бы. В особенности, если бы он столкнулся с ними в действительности, соприсутствовал при их жизни. Их выкованное напряжением воли личность, их внутренние достижения, верность себе, честность поисков истины и служение всеобщему благу, вызывают благоговение вне зависимости от нашего согласия или несогласия с ними. Ну, это тоже такая нравственная оценка. Ну, то есть у большинства людей, особенно современных, особенно сиентистов, нет, не вызывает. И Будда не вызывает, и Иисус Христос там не вызывает, и Сократ не вызывает никаких положительных эмоций. Ну, давайте посмотрим на Невзорова. Потрясающий пример, который нам говорит о том, что человек, ну, более-менее начитанный, ну, может быть, не очень умный, довольно-таки примитивный, глупый, но начитанный, все-таки начитанный человек. А знающий о Сократе может говорить о нем, ну, откровенные гадости. А также Ницше, который не понаслышке знал о Сократе, его критиковал и очень так неплохо критиковал, и очень, очень колко его критиковал. Ну, то есть философы критиковали философов, несмотря на их жизненный путь. И Ницше во многом презирал жизненный путь Сократа и говорил, что именно Сократа, а философия поползла вниз, в общем-то, после величественных, могучих вот этих вот досократиков, которые были людьми мифа, это практически греческие герои, которые, не знаю, откусывали себе языки, умирали со смеху, бросались в жерло вулкана. Это такие, действительно, мифические персонажи, в прямом смысле этого слова, от которых сохранились некоторые учения и воззрения, и эти учения и воззрения тоже были невероятно смелыми, невероятно резкими. Вот, на фоне их Сократ, по мнению Ницше, смотрится уже не таким значительным персонажем. То есть он декадент, он ведет к понижению философии, к понижению градуса мысли. Ну, то есть Сократ, это уже признак болезни философии, по мнению Ницше. И, как следствие, все мыслители после Сократа продолжили это гниение. Третье. Ну, то есть не все так считают, это, во-первых, это очень просто доказать, это прямо, вот, есть канонические примеры, и не надо даже к каноническим примерам обращаться, это утверждение не истина была. Философия не просто необходима, она неизбежна, поскольку всякий человек опирается в своем поведении не только на инстинктивные алгоритмы, но и на широкий набор сформированных в течение жизни программ. Даже если он никогда не открывал книги, то имеет внутри себя систему координат и ориентиров, ту грубо размеченную карту действительного мира, которая и является его мировоззрением. Наш вид, человек разумный, с полным правом может называться homo philosophicus, человек философствующий, в силу. Проблема в том, что разум есть не у всех людей, как минимум, даже Платон, создатель концепции разума непосредственно, это подразумевал, когда даже общался с Диогеном Синопским, ну, судя по анекдотам, если он с ним действительно общался, может быть и нет, но анекдоты говорят о том, что, в общем-то, да, не у всех есть разум, как минимум. С другой стороны, еще и не все философствуют, не все занимаются философией, потому что, ну, именно поэтому мы делим людей на философов и не философов. А другой вопрос, да, человек действительно ли, каждый человек философствует? Нет, не каждый человек философствует, но каждый ли имеет отношение к философии? Это уже другой вопрос. Просто, да, каждый человек, тем более Олег дальше будет разбирать там стада, различные стада людей, группы, толпы. И в контексте этого становится очевидно, что далеко не всякий человек разумен, не всякий человек является философствующим, но при этом всякий все же имеет отношение к философии, потому что так или иначе он воспринимает философские концепты. Так бы звучала правильная формулировка, чтобы доказать данный тезис. Философия не просто необходима, она неизбежна. Ну, кстати, формулировка сама, в принципе, бредовая, отвратительная. Философия не просто необходима, она неизбежна. Она, не знаю, он не просто бежит, он быстро передвигает ногами и двигается вперед быстрее, чем идет. Вот как-то в таком духе это выражено здесь. Ну, необходимо и неизбежно одно и то же в целом, особенно в данном контексте. Ну, вопрос, да, необходима ли философия? Необходима ли она? Можем ли мы представить себе мир, в котором не появилось разумных существ? Можем. Как следствие, философия не является необходимой. А является ли философия необходимой у людей, которые могут размышлять? Ну, да, потому что по определению люди, которые размышляют, они создают философию. Но не факт, что эти люди могли бы появиться, поэтому она не является необходимой. Но, скорее всего, любая мыслящая форма жизни, ну, не, скорее всего, 100%, у любой мыслящей формы жизни будет философия, потому что это настолько абстрактный термин, что его можно применить к инопланетянам, не знаю, к будущим видам, расам, к будущим культурам людей. И это настолько общий термин, с которым, ну, совладать довольно-таки трудно. И трудно его как-то нивелировать. Но, например, наука может быть не у всякого живого существа, не у всякого народа, не у всякой культуры может быть наука, потому что наука — это довольно специфический методический способ нахождения определенных, в общем-то, тезисов. Довольно специфический метод в науке. Не всякий инопланетянин, так скажем, не всякий, не знаю, человек из другой культуры смог бы дойти до такого метода. И фактически история нам показывает, что другие культуры не смогли до него дойти, только европейская. В силу того, что эти две характеристики в сущности тождественны, каждый из нас обладает разумом, но мы сильно разнимся в том... Нет. Нет, и разум — это теоретическое понятие, его обнаружить нельзя. Рассудок — да, плюс-минус мы можем сказать, что рассудок есть, потому что рассудок — это способность рассуждать, то есть вести логические рассуждения. Вести логические рассуждения мы можем, потому что есть определенная дисциплина логика. Формальная логика — мы можем складывать наше высказывание в соответствии с правилами этой логики, и таким образом мы будем рассуждать, и как следствие мы будем проявлять качество рассудка. А что такое разум, мы не понимаем, в принципе. Это настолько тоже общее понятие, абстрактное и крайне непроясненное, и с ним тоже трудно как-то функционировать, как-то с ним оперировать, и апеллировать им тоже трудно. Хоть в том, сколько хорошо мы его применяем. Равным образом перед человеком никогда не встает вопрос, заниматься ли ему философией, то есть постигать ли ему науку и искусство жизни. Вопрос только в том, насколько он будет в этом умел и сознателен. Четвертое. У философии слишком много определений, чтобы можно было так вот явно об этом говорить. То есть для некоторых, ну для меня, например, философия — это исключительно продуктивное мышление, а человек, в принципе, может не проявлять продуктивного мышления. Я не представляю себе, конечно, прогрессивного общества, в котором не будет философии, в котором философия не будет развита. Но кто сказал, что развитое прогрессивное общество вообще, в принципе, необходимо? Философия есть единственный путь к свободе и подлинности. А вот и пошла откровенная чушь, конечно. Единственная возможность формировать свое поведение преимущественно изнутри ориентиров, рожденных нашим умом или, по крайней мере, тщательно им проверенных. Когда мы отказываемся критически исследовать и перестраивать руководящие нами принципы и ценности, конструировать собственную картину мира, мы не облегчаем себе жизнь. Это лишь... Ну не могут все люди в мире одновременно конструировать свою собственную картину мира. Ну вот, Олег, ты не смог, например. Ты не можешь, ты не можешь этого делать. Ты просто имеешь такую общую странную мешанину в голове, которая не имеет никакого отношения к картине мира, принципам, ценностям, каким-то вот построением философским. Ну, это просто у тебя такие общие знания. Ты такой интересный планктон интеллектуальный, который плывет по течению философии и науки, и впитывает в себя все ее такие вот банальности, и усиливает их с помощью каких-то вот информаций из научного дискурса, все, значит, вот это вот так провернуть. Но в целом-то у тебя нет собственной картины мира. Твою картину мира нельзя назвать твоей собственной. Ты ее позаимствовал. Большинство людей, менее образованных, чем ты, ты, конечно, хорошо, неплохо образован, в отличие от большинства людей. Вот ты, в отличие от них, они тоже, в отличие от тебя, они тоже не имеют картины мира, к сожалению, своей собственной. И это нормально. Большинство людей должно не иметь картины мира, потому что иначе мира как такового не будет, целостного мира человека. Олег, вот ты тоже, вот понимаешь, у тебя в голове тоже готовые чужие шаблоны, загруженные из социальной среды, из философских текстов непосредственно. Про ложь, там, про все другие твои статьи, это все, все, что загружено, это не то, что ты произвел своим умом, понимаешь? Ну, ну, вот все же это же просто. Это настолько просто и банально. Например, что ты хочешь быть уникальным, такой индивидуальностью, потрясающим, таким замечательным, умным мыслителем, но нет. К сожалению, нет. С не являемся индивидами, но просто голограммами и отражениями окружающей реальности, слепленными по единым образцам. В нас весьма мало я и очень много других. И какие теории заговора исповедует? Он не сумеет ни задать этого вопроса, ни тем более найти ответа, и пребывает в иллюзии, что стремится к собственному благу. Он не имеет привычки к исследованию собственного программного кода, слеп к его содержанию и потому бессилен его поменять. Считать, что подобные перемены невозможны, означает впадать в большое заблуждение. Уже начальных знаний истории и нейробиологии достаточно, чтобы увидеть, что и среди мощнейших биологических алгоритмов поведение. Ну вот, нейробиология проснулась. Она до этого спала, как бы, мы думали о том, что... Нет, честно говоря, я уже все, я умираю уже от этого всего, потому что вот мировоззрение Олега, оно нелогично. Оно совершенно противоречиво. Вот оно настолько противоречиво, причем в плохом смысле, что оно необъединимо между собой. Внезапно нейробиология проснулась. Я думал, это просто ранний период, статья из раннего периода, когда он еще защищал кандидатскую и был, видимо, значительно умнее, чем сейчас. Но нет, в итоге оказалось, что и тогда он интересовался нейробиологией и хотел к ней апеллировать очень часто. Поведение. Не просто найти то, что не могло бы быть преодолено сознательным усилием или культурной надстройкой. Да вот, кстати, нет. Вот, оказывается, что знаний из нейробиологии достаточно, чтобы, да. Друзья, если вы со мной читали все эти статьи сейчас, смотрели их, слушали, что говорит Олег, вы, наверное, тоже недоумеваете. Потому что опять себе противоречит. Опять себе противоречит. И как же это получается? То есть среди мощнейших биологических алгоритмов поведения непросто найти то, что не могло бы быть преодолено сознательным усилением и культурной надстройкой. Получается, а зачем мы тогда постоянно апеллируем к нейробиологии, разбирая культурные настройки и сознательные усиления? Как бы да. Как бы да. Стремление к продолжению рода, сохранению жизни, к питанию. Все вшитые в нас базовые потребности со сравнительной легкостью корректируются или вовсе отступают перед волевым решением. Пластичность же выработанных в течение жизни программ еще выше, чем у биологических. Потому ничто не мешает нам освободить свое сознание от идеологических вирусов и пороков восприятия, если мы всерьез за это беремся. Пятое. Философия не ставит своей целью сообщение чего-то нового. Нет. К сожалению, это неправда. Здесь уже начинается откровенная неправда, потому что философия, как продуктивное мышление, автоматически создает какие-то новые концепции, новые взгляды, новые позиции, которые рассматривают явления с разных сторон и непосредственно открывают в них что-то новое. А философия — это естественная способность, ну, естественная условно, конечно, опять же, в скобочках, способность открывать нечто новое. Когда человек не открывает чего-то нового и повторяет за другими, тогда он не занимается философией, но занимается повторением, как это делает Олег. Мы привыкли ожидать от мудрости, что она непременно снабдит нас замысловатыми откровениями, которые раскроют нам глаза и поразят, как удар молнии. Человеческая природа, однако, не претерпела никаких изменений за последние тысячи лет, и потому неизбежно, что многие справедливые мысли о ней уже были столь... А есть свидетельства этому, пожалуйста? Ну, что вот человеческая природа не претерпела никаких изменений за последние тысячи лет, и что такое человеческая природа, самое главное, Ну, потому что это термин довольно-таки неоднозначный, как бы. Человеческая природа — это что-то в духе... В духе души какой-нибудь, например. Человеческая душа не претерпела изменений за последние тысячу лет. Это утверждение одного уровня. А столько раз высказаны. Нам следовало бы опасаться как раз подчеркнуто новых идей, тех, которые мы бы так или иначе не знали, не имели бы уже в себе. Ну, здесь уже банальный такой платонизм начинается, припоминание, поиск идей в себе... Скорее всего, а не бит. Ну, то есть, если бы идеи были в нас какие-нибудь, там, не знаю, идеи науки, идеи науки, идеи эмпирического метода, сокрещенного с рационалистическим методом, то такое бы скрещение рационалистического, эмпирического метода возникло хотя бы в нескольких культурах одновременно. Ну, или не одновременно, в разные времена оно бы возникло. Оно бы существовало просто. Но этого не наблюдалось. Культура нам... культурология, к сожалению, история, философию не показывает нам такого варианта. Более того, вот эти вот естественные вещи, которые якобы находятся в себе, они всегда, они всегда следовали с теми вещами, которые противоречат вот этим вот высказываниям, которые мы якобы можем обнаружить в себе. Ну, 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 господи, ну, человек, ну, он же вроде знает историю философии, ну, что? Что происходит? Не цели. Совершенная новизна нередко означает чуждость, что предполагаемые ими маршруты видения не берут начало в нашем я. Нет. Я не существует, и ты на самом деле это тоже потом будешь утверждать, но да ладно, как бы, как бы да. Топ цитат девочек из инстаграма. Вот, вот он. Только что был. Вы могли быть свидетелями. Именно такие цитаты очень часто встречаются в всяких ванильных пабликах. Страх наш вполне понятен, поскольку эти простые истины тяжелы на практике. Они влекут за собой ответственность и напряжение сил. Стоит нам, однако, услышать их извне, как... Ну, вот шоуе поехало дальше уже. Как нечто внутри нас тотчас навостряет уши, резонирует, откликается, узнает. Философия, где она подлинна и дельна, не привносит в наше существо нового. Она вытаскивает на свет, она высвобождает и оказывает поддержку лучшей части нашего «я» творческим и созидательным инстинктам. Философия помогает нам стать теми, кем мы можем, хотим и должны стать. Перед тем ей нередко приходится соскребать с человека вязкий слой лжи, которым он опутал себя, чтобы... Ну вот все, Олег вернулся, в общем-то, к своей изначальной позиции. Все, все понятно, все хорошо. Шоуе продолжается. Да, отлично. Так вот, все на самом деле было в нас. История философии не нужна, соответственно, ну потому что уже все в нас. К черту, историю философии. Всех, кроме Сократа, Платона, Аристотеля, Сеники, Марка, Аврелия, из древних философов, мы как бы вообще не рассматриваем. Они нам не нужны. Их не существовало, закройте на них глаза. Это все иллюзии. Их не было никогда. Никогда не было. А все мыслители, кроме Бекона и Кортезия, и их последователей, прямо так или иначе с ними связанных, их тоже не было на самом деле. Ницше тоже не существовало, ну потому что Ницше, судя по всему, противоречит тем истинам, которые вот у нас внутри. Потому что он противоречит Сократу, Платону, Аристотелю и тем другим мыслителям, которые, вероятно, выражали мысли, которые находятся у нас внутри. И он радикально им противоречит и в этике, и, в общем-то, в устройстве жизни, и в многих других концепциях. Да. Как же это тяжело, боже мой, слушать эту херню. Боже, детский сад. Избежать ответственности, и в которой его постоянно заворачивает внешний мир, дабы использовать в своих целях. Самое полезное, что можно получить в ходе знакомства с чужой мыслью, это услышать исходящим извне голос той части нашего «я», что нацелено на рост и преодоление собственных ограничений. Эх, да. Ну, то есть, это всё на самом деле были не идеи, это всё истины, да? Ну, понятно. Ну, хорошо. Истины были. Ладно. В основании большинства бед индивида и общества лежат мировоззренческие ошибки, которые исправляются лишь философской работой. И создаются лишь философской работой. Что важно, кстати, заменить просто на всякий случай. Поведение индивида имеет два важнейших взаимно сообщающихся источника. И если прибегнуть к компьютерной аналогии, то первый – это уровень железа – hardware. Это наша биологическая начинка, почти полностью совпадающая у всех представителей вида. Здесь находятся исходные потребности, инстинкты, рефлексы, аппарат восприятия и специфическая видовая интерпретация мира. Следующий уровень – уровень софта – software – содержит в себе управляющие нашей биологией культурные коды и личные установки. Это более сложные модели поведения и интерпретации, которые мы усваиваем из внешней действительности или сами конструируем внутри себя. Так же, как одинаковые компьютеры с разными операционными системами и запущенным ПО ведут весьма непохожее существование, специфический жизненный путь и решение индивида зависят от софта. С одним – вы мечтаете завести детей и прожить жизнь, будучи законопослушным колесиком общественного механизма, а с другим – вы уже террорист-смертник или монах-отшельник. Более того, как многократно продемонстрировала история, его переустановка с легкостью эти роли меняет и превращает первых во вторых. Войны, коррупция, халатность, нетерпимость, экономическое хищничество, бессмысленная жестокость, экологическая безответственность – можно взглянуть на любую проблему. Все они – продукты моделей поведения, залегающих в слои культурного и личного программного кода, и одновременно – следствие глубокого заблуждения индивидов касательно условий собственного блага. Точка зрения, что не только личная неустроенность, но и общественные проблемы коренятся в сфере идей, кажется некоторым крамольной. Многие школы мысли последних двух столетий, и в первую очередь марксизм, настаивали на обратном – на том, что мышление представляет собой лишь вторичный продукт социально-экономической структуры. Теория эта трещала по швам еще столетия назад. Но марксисты так, к сожалению, не считают. Как бы мы должны это тоже понимать, что марксисты и неомарксисты, которых очень много, и это довольно-таки влиятельное направление в историю и философию, ну, не согласны с этим. И ныне почти не осталось людей, падких на столь однобокий материализм. Ну вот, если бы он не добавил «и ныне почти не осталось людей, падких на столь однобокий материализм», ну, вот, предложение было бы значительно лучше, честно говоря. Вот, прям вот, прям вот хотя бы не хотелось бы его удалить отсюда. Вот, теория трещала по швам, ладно, оценочное осуждение, скорее всего, ложное, потому что, ну, критиков марксизма, конечно, много, но и марксистов самих тоже немало. А с другой стороны, вот, нынче почти не осталось людей, падких на столь однобокий материализм. Да ну. Да ну. Да ну, ты выйди на людей, посмотри. Той решающей силой, что формирует поведение, является мировоззренческий климат каждого общества и внутренняя работа личности. Поэтому люди, выросшие в одинаковых социально-экономических условиях и обладающие идентичной биологической основой, могут столь разительно отличаться по образу жизни и характеру решений. Гегель, один из влиятельнейших философов, в своем письме к Нидхаммеру подчеркнул. Теоретическая работа, в этом я убеждаюсь ежедневно, дает больше, чем практическая. Стоит только революционизировать царство представлений, и действительность уже не в силах устоять. Иными словами, теоретическая работа является высшей формой практики, ибо всякая практика уходит в нее корнями. Так, начнем, пожалуй, разбирать предложение. Иными словами, теоретическая работа является высшей формой практики. Так считал Гегель, который занимался только теоретической работой. Замечательно, потрясающе, ну, невероятно круто. Прям вот да, кому нужно апеллировать в данном вопросе. Ибо всякая практика уходит корнями в нее. Возможно ли практика без теории? Вопрос. Вопрос. Можете ли вы забить гвоздь, не опираясь при этом на теорию притяжения? Можете. А можете ли вы забить гвоздь, не опираясь на теорию, согласно которой там Зевс? Зевс помогает вам забить этот гвоздь. Можете? Вполне можете. Можете ли вы забить гвоздь молотком, при этом не опираясь на диалектический... Либо материализм, если вы марксисты, либо просто на диалектику Гегеля? Можем? Вполне можем. То есть, да, не всякая практика уходит корнями в теорию. Мы можем представить себе множество систем, в которых практика превалирует над теорией. Более того, мы можем столкнуться с теми философскими течениями, в которых практические направления, вроде этики, доминируют над всеми прочими. Или, например, всех прочих просто нет, есть только этика. Да. Всякая революция и реформа, и личная, и общественная, всегда возникает в умах, и в умах же происходят. Седьмое. Философия создает и наделяет силами тех, кто решает экономические, политические, научные и иные проблемы общества, прежде чем приводить в порядок общество. Ну, здесь более-менее согласен. Но. С этим трудно поспорить, потому что философы чаще всего были кумирами известных ученых. Там, например, Ломоносова. Ломоносов очень любил Вольфа. Не знаю. Многие писатели так или иначе либо были знакомы, либо были сторонниками тех или иных философских учений. Многие политики, известные политические деятели так или иначе отсылают к философам и также являются их поклонниками. Ну, стоит вспомнить, наверное, Екатерину Вторую, которая обожала Вольтера и много-много кого еще. Ну, то есть, да, действительно, действительно, этот тезис во многих случаях является верным. Во многих случаях, но не во всех. Следует добавить вот что. Не во всех случаях все-таки. Не будем прям вот распространять мощь философов, философии, их популярности, влияние на все экономические, политические, научные иные общества проблемы. Письмо сорок восьмое. Почему философия жизненно необходима каждому и в чем ее назначение? В принципе, с последним пунктом я согласен, мы можем его не слушать, потому что мы уже совсем познакомились. Давайте вывод. Нельзя забывать, что в философии есть не что иное, как наука, уже минус, и искусство, еще второй минус, жизни важнейшее и сложнейшее из дел. Каждый, кто пытается в этом разобраться, ей заниматься, и в наших интересах делать это всерьез, умело и методично. Первым шагом здесь явится понимание самой структуры внутренней работы, которая распадается на три ступени. Самопознание, самосвобождение и самосозидание. Так, интересно. Интересно, что за фигня здесь написано. Первым шагом, причем первым шагом, видимо, для всех философов здесь является вот такая ступенчатая модель, то есть самопознание. Начнем с того, что не все философы занимались самопознанием, и некоторые просто начали заниматься познанием мира, то есть внешнего мира, ну то есть физики непосредственно. Сразу, вот просто вот плевать им было на самопознание. Самоосвобождение должно подразумевать наличие концепции свободы. Концепция свободы была, во-первых, не всегда. Многие греки были уверены, что миром правит Ананке, то есть необходимость. Ну то есть уже у греков самоосвобождение было, ну, немножко сложно. Не все учения стремились к самоосвобождению, так скажем. Ну и самосозидание, ну, не знаю, может быть, потому что философ это человек, обладающий новаторскими определенными концепциями, новыми концепциями. Правда, автор этому противоречит сверху, но плевать. Замосозидание правильное слово в данном случае, он его инстинктивно, видимо, правильно выбрал, хотя он его использует в неправильном значении. То есть философ действительно созидает сам себя, он создает новую концепцию, создает новый мир, создает новый спектр методов, новый способ восприятия, новый, в общем-то... Ну, в его глазах предстает мир совершенно новым, совершенно иным. Как и Гегель выше, кстати, написал, там была цитата о Гегеля. Вот происходит то же самое приблизительно с каждым философом. Некое самосозидание посредством своей новой философии, но таким занимается меньшинство людей. Наконец, в процессе самосозидания человек раскрывает высшие возможности своего существа, он преодолевает искажения, восприятие, формирует себя... Ну вот, вот, вот это все, вот это уже фигня. Это как бы, это не имеет никакого отношения к реальности и к реальной философии. Ну что же, восьмикратно с вами прощаюсь и желаю понимания, спасибо, что меня слушали. Эта статья мне, кстати, понравилась значительно больше, чем многие другие, и я думаю, надо бы взять, наверное, небольшую паузу, потому что я скоро сойду с ума, если буду читать дальше эти статьи. Очень много противоречий. Все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok